привет друзья с вами юрий тик так мир сегодня у нас обзор очень и очень хороших дайверов от компании сейка знаете это те часы которые я на самом деле просто не ценил я не был с ними знаком мне казалось почему так дорого как так такие деньги непонятно за что за минеральное стекло за 615 кстати видите здесь каучук и ремешок в комплекте идет вытаскивать его не буду он обычный самый такой простой стандартные то есть ничего особенного в нем нет давайте посмотрим на сами часы они действительно уникальные так называемый сёгун самурай модель sbdc 029 это перевыпуск модели sbdc 007 ровно какие перевыпуск моделей сумма произошел не так давно что изменилось добавили логотип prospects вот часовая стрелка закрывает не видно к сожалению люминофор и по сути все браслет здесь титановый равно как и корпус с покрытием диашильд что такое диашильд это по сути покрытие от царапина она не совсем такое суперская крепкая но лучше чем ничего и цена 120 тысяч японских иен примерно 1000 долларов стоят эти часы даже где-то чуть больше чуть меньше смотря какой курс порядка 60 65 тысяч российских рублей за что такие деньги вы спросите я себя тоже спрашивал за что на самом деле пока не взял эти часы в руки я тоже задавался этим вопросом для полировка здесь просто чумовая просто бешеные посмотрите какие реально края это я нигде такого не видел наверное да нигде такого не видел титана сделан просто божественно очень и очень клевое качество но при этом браслет я считаю все-таки простого я уже делал некоторые сравнения этой модели с модельками новыми sbdc 05153 соответствующем видео вы можете посмотреть здесь я повторяться не буду несколько фотографий по ходу покажу но браслет по сравнению с новыми моделями простого по сравнению со старыми хороший отличный титановый браслет крайние линки литые все как положено крепление стандартное можно снять и поставить любой неродной ремень в том числе каучуковый застежка дайверская самое что не есть обыкновенная цейка и она давайте посмотрим штампована или нет она ребята у нас да ребята на штампованная в этом ничего плохого нет раньше сейка действительно ставила такие застежки на сумо в том числе и на других часах стекло здесь минеральные это харликс фирменная от seek а хорошая вещь она действительно устойчивая каким-то ударом к тропинам не так конечно как сафир царапается но если точнее самkehr вообще не царапается минералки иногда дает царапается но если вы нормально аккуратно будете носить ничего с этим теклом не будет в то же время минералах harlex это закаленное стекло от xaqb она устойчива к ударом то есть там ли сапир разлетится со стеклом ничего не Внутри здесь 6R15, задняя крышка глухая, наклеечка, видите, прозрачная, не синяя, как обычная тусейка, безель, крутится неплохо, достаточно мягкий ход, такие щелчки приятные и достаточно громкие, давайте красиво выставим, люминофор мощный, хороший, на секундной стрелке, видите, также есть, светит очень-очень неплохо. Дата на белом фоне, 6R15 внутри, дата будет переводиться, скорее всего, чуть ли уже не с пол 11, я вам сейчас покажу, крутил долго, смотрите, сколько здесь резьбы, достаточно, я думаю, безопасно, витков, раз, два, три, четыре, пять точно есть. По поводу того, как крутится дата, смотрим, не знаю день или нет, поэтому будем крутить и смотреть, да, у нас сейчас 12 дня только что было, крутим, плавно подходим к полуночи и давайте внимательно смотреть. Время пол 11, и я вижу, что дата начинает переводиться, и переводится она примерно в 12 часов, даже не без 5-12, как в других часах, но это хорошо, по крайней мере, не заранее, не задолго она перевелась. 6R15, точность хода у него не самая, конечно, обнадеживающая, но запас хода 50-59 часов, что очень хорошо. Что здесь? Здесь краска, никакая здесь не керамика, может царапаться, может нет, опять же, все зависит от условий вашей носки, от условий эксплуатации. Часы очень хорошо сидят на руке, и за это, скорее всего, тоже деньги берутся, у них феноменальная посадка, вот одеваешь и снимать просто не хочется. Действительно, очень клево, очень классно, Сейко, ну просто брависсимо, удобно, очень, и теплый титан, опять же, он добавляет комфорта. По размерам, диаметр стекла или циферблата, здесь это одно и то же, 31 мм, безель достаточно широкий, 41,5 мм, полностью заводной головкой 46,5 мм, высота часов 51 мм, и толщина 13,7 мм. Вес здесь порядка 100 грамм, что стандартные цифры для часов с титановым корпусом и браслетом. Давайте плавно заканчивать, подходить к концу, часы выдались еще давно, когда была 0.07 модель, они выдались суперскими, они действительно, качественные переплаты здесь, ребят, нет. За эти деньги это очень и очень хороший выбор. Если, к примеру, сравнить с моделькой SBDC 039, современные дайверы, они чуть дороже, но они как-то попроще все равно, эта модель, она более интересная, такая, знаете, породистая, этим словом можно очень много описать. Хороший люм, хорошие стрелки, хорошие надписи, ничего не выбивается, стиль шрифта, он одинаковый, дата на белом смотрится изумительно. Безель, тоже классные, щелчки хорошие, четкие, громкие, очень приятный браслет, он не сложный, он простоват, но он очень приятный и он очень хороший. Дайверская застежка, все как положено, заводная головка на резьбе, витков достаточно, можно смело плавать, брать в отпуск. В общем, однозначно рекомендую эту модель всем, кто хочет хорошие породистые японские часы. Не самые лучшие дайверы, подчеркну, а именно хорошие породистые японские часы. Друзья, на этом все, спасибо вам за внимание, оставайтесь с нами, заглядывайте к нам в соцсети, и помните главное, носите хорошие часы, отличного настроения, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok